Легенда о Фаэтоне Легенда о Фаэтоне Ее огонь потушил пожар, но в тот день погиб Фаэтон, а колесница распалась на осколки по всему небу. И хотя этот рассказ лишь выдуманная легенда, но определенно повествует нам о том, что когда-то в далеком прошлом существовала планета Фаэтон, или планета Альберса, которая якобы располагалась между Марсом и Юпитером, а затем распалась, образовав пояс астероидов. О существовании планеты Фаэтон до сих пор спорят современники. Но к чему споры? Давайте рассмотрим некоторые интересные подробности. И начнем мы с самого начала. Впервые мысли о возможном существовании Фаэтона возникло у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на пустое место между Марсом и Юпитером, и в 1596 году предположил, что там должна находиться еще одна неоткрытая планета. Но в то время люди были больше сосредоточены на дутых трико и париках с кудрями, поэтому никто не придал предположению Кеплера должного значения. А вот уже в 1766 году астрономы Тицуус и Боде обнаружили, что расстояние известных тогда планет от Солнца подчиняется закону геометрической прогрессии. Вообще, закон Боде представляет собой эмпирическую формулу, приблизительно описывающую расстояние между планетами Солнечной системы и Солнцем. Суть формулы заключается в математическом уравнении, полученное путем больших данных и опыта. Интересно, но по этому принципу в 1781 году была открыта планета Уран. После этого были начаты поиски недостающей планеты. Для этого была образована группа из 24 астрономов, которая получила известность в прессе как отряд Небесной полиции. Не путайте с галактической, это уже другой уровень. В 1801 году астроном Джузеппо Пьяци действительно открыл карликовую планету на нужной орбите, Цереру. Однако она оказалась очень маленькой и не подходила по данным. И всего год спустя Генрих Альберс открыл астероид на близкой орбите Палладу. Чуть позже была открыта Юнона, а в 1807 была найдена Веста. В дальнейшем был обнаружен целый пояс астероидов, который расположен как раз там, где должна была находиться гипотетическая планета, впоследствии которой и назвали Файтон, в честь сына бога Солнца Гелиуса. Но шло время, и методы исследований улучшались. Так, в 1891 году визуальными методами было обнаружено 320 малых планет. Постепенно астрономы пришли к убеждению, что между Марсом и Юпитером, в зоне, где должна находиться планета 5, вокруг Солнца вращается целый рой малых планетных тел. Открытие астероидов продолжается до настоящего времени, и на сегодняшний день их обнаружено уже около 40 тысяч. А общее число астероидов с диаметром более полутора километров может превышать полмиллиона. Подавляющее большинство астероидов сконцентрировано в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии от 2 до 4,3 астрономических единиц. Конечно, все эти астероиды, за исключением наиболее крупных, представляют собой бесформенные глыбы. Но нам любопытно кое-что другое. Их состав. Астероиды подразделяются на очень темные углистые астероиды типа С, 75%, сходные с базальтами и углистыми породами. Далее каменные астероиды типа С, 15%, сходные с силикатными породами. И третьи металлические астероиды типа М, 10%, предположительно состоящие из железа, никелевых сплавов, а также ряд других редких типов. Любопытно, но весь этот состав обычно имеет землеподобные планеты. Возможно, что это осколки той самой разрушенной планеты Фаэтон. Но с этим согласятся далеко не все. Многие уверены в том, что пояс астероидов является неразрушенной планетой, а планетой, которая так и не смогла сформироваться ввиду гравитационного влияния Юпитера. Но согласитесь, гадать можно долго и мучительно. Нужно больше данных. И хотя их немного, но все же имеются. Вот некоторые из них. Не так давно международной группой астрономов был проведен анализ алмазов, обнаруженные внутри метеорита Аль-Махата-Сита. Группа пришла к выводу, что небесное тело было частью разрушенной протопланеты размером с Меркурий или Марс, которая когда-то существовала в Солнечной системе. Но каковы причины? Дело в том, что метеорит с крупными алмазными кристаллами был частью астероида 2008-TS3, упавшего в Нубийскую пустыню в Судане. Он относится к уре-элитам, метеоритам, образованным крупнозернистыми породами. Кроме того, в нем обнаружена высокая концентрация углерода в виде графитов и алмазов. Было подсчитано, что для образования алмазов необходимо давление более 20 гигапаскаль. Это указывает на то, что кристаллы не могли возникнуть в результате столкновения с поверхностью Земли, а выросли в недрах крупного небесного тела, далеко за пределами. Если протопланета была не меньше Меркурия, алмазы образовались бы в ее центре. Если бы по размеру она была сравнима с Марсом, тогда кристаллы должны были сформироваться на границе ядром антия. Для многих это исследование стало первым надежным доказательством существования в Солнечной системе планеты, которая уже исчезла. Но обгорелые весточки от Фаэтона на этом не закончились. В 2000 году в горах Антрактиды был обнаружен метеорит Ямато. Его анализ показал, что поверхностные слои имеют возраст 16 миллионов лет и несут следы сильнейшего динамического стресса и плавления. По сходству газового состава этого метеорита и современной атмосферы Марса, его отнесли к одному из 20 известных марсианских метеоритов. На основании этого было предположено, что катастрофа на Марсе могла произойти 16 миллионов лет назад. Но все же оставался открытым вопрос, каким образом метеорит был выброшен за пределами этой планеты. Это не ясно. Однако, если допустить, что Фаэтон имел атмосферу сходную с атмосферой Марса, состоящую из углекислого газа, азота, аргона и кислорода, то метеорит Ямато мог быть осколком взорвавшейся планеты Фаэтон, а не Марса. В этом случае намного проще объяснить, как эта каменная глэба покинула свою планету. Самое интересное то, что если метеорит Ямато действительно является осколком Фаэтона, время предполагаемой катастрофы на Марсе 16 миллионов лет назад остается прежним. Ведь для того, чтобы достичь Марса, летящему со скоростью более 10 километров в секунду, телу должно было потребоваться всего несколько лет. Получается, что катастрофы на Фаэтоне и Марсе могли произойти практически в одно и то же время. Разрушение Фаэтона могло привести к интенсивной метеоритной бомбардировке ближайшей к нему планеты, Марса, и, как следствие, полному прекращению жизни на его поверхности. А если вы не хотите разрушаться от осознания тщетности бытия и, подобно Зевсу, метать проклятие, наблюдая за непрофессиональной работой строителей, рекомендую обратиться к нашим друзьям в сервису строимвам.про. В течение минуты вы сможете онлайн рассчитать ориентировочную стоимость ремонта в вашем коттедже или квартире. Или запросить развернутую смету, которая будет неизменно до самого окончания работы. А держать руку на пульсе ремонта вам позволит круглосуточное онлайн-наблюдение за объектом и обновляемый график выполняемых работ. Ссылка в описании. Это правда. История возникновения загадочной планеты полна мифов и легенд. Ведь непросто распознать правду от выдумки спустя миллионы лет. Долгое время не было научных подтверждений того, что эта планета вообще когда-либо существовала. Лишь только предположения, истории и теории. Где различные ученые, астрономы, да и просто фантасты выдвигали свои версии. Но прошло время и мы, хотя и очень медленно, но по крупицам подбираемся к ответам. Время покажет, существовала ли на самом деле планета Фаэтон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok